Всем привет! С вами Елена Макаренко. Тема сегодняшнего видео «Основы старта или горе наставник». Я неспроста взяла эту тему, потому что на первой ступеньке развития начинающего сетевика наставник играет ключевую роль. Бывает так, что вас пригласили в ту или иную компанию человек, который сам в этом деле дилетант, и он не знает, как вообще сам вести бизнес. Ну, естественно, чему он может вас научить. То есть он вас ведет долгой и изнурительной дорогой, которая вас не приводит к успеху. Но тема сегодняшнего видео не о том, какие бывают наставники, а то, как правильно именно стартовать в МЛМ, начинающему сетевику. То есть из чего мы строим свою первую ступеньку. Чтобы ваш старт был успешным, и вы добились тех результатов, за которыми вы пришли сюда в сетевой, на что вам нужно обратить внимание. Это на выбор своей целевой аудитории. Для того, чтобы понять, с кем вам работать, для кого писать свой контент, вы должны прописать четко свою целевую аудиторию. Некоторые люди говорят, что моя целевая аудитория это и сетевики, и мамочки в декрете. Я, говорит, пишу на своих социальных сетях для всех. Такого быть не может. Во-первых, целевая, когда вы прописываете свою целевую аудиторию, она должна иметь узкое направление. То есть, либо это мамочки в декрете, либо это наемные рабочие, либо это сетевики, либо это студенты там. То есть, по всем критериям. Как правильно выбрать эту целевую аудиторию, вы должны составить портрет своей целевой аудитории согласно определенных пунктам. Но это уже другая история. Тема сегодняшнего видео не об этом. Следующий момент, который вас также приведет к успеху, это оформление ваших страничек в социальных сетях. Для этого существует, я как так придумала сама такое название, для того, чтобы оформить правильную страницу, должен быть на ней дресс-код. То есть, это и правильное фото, и оформление, там, заполнение вашей личной информации, и по интересам. На это тоже надо обращать внимание. То есть, есть четкие критерии, по которым вы должны в этих рамках оформить свою страницу. Следующий этап, который приведет к вас успеху, это контент. Вы вроде бы и подготовили свою страничку, уже как бы личностную информацию заполнили, сделали хорошую фотосессию, все в деловом стиле. И потом вы должны, естественно, наполнять свой контент для целевой аудитории. Но это не значит, что вы должны сесть, сегодня загрузить 10 постов, и потом неделю сидеть, и на диване болтать ногой. Во-первых, вы должны систематически, и систематически это значится, каждый день, хотя бы на свою страницу, загружать один-два поста. Как в социальных сетях, есть такие роботы, и они помогают продвигать вашу социальную страничку, там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Вот. Они, эти модераторы, ну, как бы, когда вы загружаете посты, то, как бы, через социальные сети считается, что ваша страничка активная, то есть рабочие, и вот эти вот модераторы, роботы, они помогают вашу страничку продвигать наверх. Еще начинающие сетевики, как правило, сталкиваются с тем, когда доходит дело до контента, они не знают, что и как писать. Поэтому они заходят к каким-нибудь лидерам или к другим людям, и взаимствуют у них посты. Просто взяли, скопировали и поставили себе, и все. Я вам хочу сказать, что, конечно, это легко и просто, но это в данной ситуации для вас оно не работает. По причине того, что, когда вы лично сами составляете пост и загружаете его в социальные сети, то эти модераторы, они также отслеживают именно наличие поста по, ну, как бы, по первому выходу. И если этот пост уже прокрутился в социальных сетях, то даже если вы его скопируете у себя, поставите на страничке, он просто не будет работать. Поэтому учитывайте этот факт и не старайтесь, как первое, чужие посты и заниматься плагиатом. Другое дело, можно поступить следующим образом. То есть, вы берете какой-нибудь пост, прочитали, но, естественно, исходя из этого, у вас же зародились какие-то мысли. Вы можете это же содержание, этот суть, смысл передать своими словами. Но, естественно, оно, именно, когда вы этот текст пропустите через себя, он уже ляжет, ну, как бы, на лист совершенно, ну, как бы, суть будет одна и та же, но, как бы, формат текста немножко будет другой, и уже это будет считаться, что это лично ваш пост, который свеженький, новенький, и его можно подавать в социальные сети, чтобы эти модераторы дальше его продвигали. И тем самым, это будет способствовать потоку клиентов на вашу страницу. И, несмотря на то, что вы продвигаете свой бизнес, и поскольку вы являетесь новичком, то на этой стадии ваших первых шагов вам нужно систематически и регулярно обучаться. Это, во-первых, в тесном контакте быть со своим наставником, хотя, если он горе-наставник, то, ну, можно, конечно, обратиться к вышестоящему наставнику, который вам будет помогать обучаться, либо есть же какие-то ваши онлайн-школы, смотрите какие-то обучающие видео. У нас на Ютубе и в Гугле очень много информации, то есть, задаете в поисковике какой-то определенный вопрос, вот вам видео, вы просто ознакомливаетесь, обучаетесь и дальше вот таким образом ну, как бы продвигаетесь. Помимо этого, регулярно нужно читать какие-то книги. Это, во-первых, позволит, если вы будете читать эти книги, то для вас уже не будет такой проблемы, что писать, как писать, то есть, у вас уже будет в голове база знаний и вы, исходя из этого, у вас будут получаться очень классные посты, которые вам уже даже не надо будет у кого-то их списывать, вы сами можете будете, как бы, ну, как бы, авторами своих статей и постов, и своего контента. Также немаловажным значением для вашего продвижения и на начальном этапе нужно еще, как бы, научиться вести прямые трансляции, записывать видео и вести свой YouTube-канал. Во-первых, хочу сразу сказать, что у людей обычно, как бы, это вызывает большой страх. Но я вам хочу сказать, что этот страх нужно преодолеть по причине той, что это в будущем вам сыграет очень большую услугу. Пусть у вас будет короткое видео, пусть там три минутки, но сам факт, потому что, когда вы только начинаете практиковать, записывать видео, почему-то так бывает, что, когда включается камера, вы забываете текст и камера себе, мысли себе и в результате дубль 105. Но хотя бы так, две минуточки, вот, будете изначально для того, чтобы записать видео, желательно написать определенный текст, порепетировать его, потом это отрепетировать в зеркале и уже включать камеру и записывать. Только вот таким образом можно и преодолеть этот страх. Что касается прямых трансляций и прямых эфиров на Ютубе, Вконтакте, Фейсбуке, это, конечно, вопрос с этим посложнее, но во всяком случае, с этим тоже надо бороться. Ну, для того, чтобы выйти в прямой эфир, вы, конечно, уже должны хорошо владеть той информацией, которую вы будете доносить людям. Тогда просто вам нужно хорошо как бы заучить текст, который вы будете проговаривать, но не берите вы текст там на полчаса, возьмите буквально так, чтобы вам этого, эту информацию вы смогли донести в течение пяти минут. Это будет эффективно, и вообще сам процесс прямых эфиров это очень классно. Во-первых, это позволяет вам развиваться, плюс как-то вас стимулирует, и если вы попробуете один-два раза, это очень такой классный процесс, который, например, мне нравится. Хотя я когда тоже первый раз записывала, вернее проводила прямую трансляцию, я все время боялась, я наблюдала за людьми, как люди проводят прямые трансляции, все думаю, ну все, сегодня я попробую, и в результате это сегодня у меня длилось несколько месяцев, я никак не могла решиться, и вот сяду, думаю, ну все, вот тема вроде бы есть, вот сейчас попробую, и никак, а потом вот первый мой выход в эфир получился так, что я случайно нажала кнопочку, и получилось в прямом эфире, ну не знаю как там во-первых с неожиданностью что там у меня получилось не совсем плохо, но потом я поняла, что это не совсем страшно, вот я конечно удалила этот прямой эфир, ну и уже осознанно сделала запись, вот и потом как пошел процесс, что как бы остановиться не могу, когда включается эфир, планирую на 5 минут, а может процесс затянуться и на полчаса, то есть все нормально, тем более когда ты находишься в прямом эфире и ты видишь, что начинают подключаться слушатели, немножко возрастает волнение, вот теряются немножко мысли, но ничего страшного, в результате как бы мы же никому ничего не должны, даже если этот эфир не получится, вы можете просто его удалить, и вы никому ничем не обязаны, но когда вы проводите систематически эти прямые эфиры и записываете видео, и когда смотрите, что у вас на канале много просмотров на этом видео, или же когда вы проводите прямые трансляции, за вами наблюдают, и у вас поднимается самооценка, и потом вы начинаете, ну все, я и завтра еще подготовлю, тоже выйду прямой эфир, то есть вас это раскрепощает, вы становитесь более открытыми, разговорчивыми, коммуникабельными, я вообще когда провожу встречи со своими кандидатами, то я конечно слышу много теплых и лесных слов в свой адрес, они говорят, что я вот так красиво и грамотно излагаю мысли, что я такая коммуникабельная, такая разговорчивая, хотя я, ну как бы, вот они так не умеют, а у меня было время, что я не могла вообще когда-то и сказать двух слов, и я думаю, ну ничего, со временем и вы сможете добиться таких же результатов и свободно и открыто разговаривать с людьми, то есть это тоже как бы своего рода опыт и какое-то определенное развитие, и вы поднимаетесь на какое-то в своем развитии, на какую-то ступенечку выше, то есть помимо того, что вы пришли сюда зарабатывать деньги, вы не только зарабатываете деньги, но также еще и развиваетесь, и растете как личность, и у вас меняются взгляды, у вас меняются мышления, и я вам хочу сказать с уверенностью, те люди, которые пришли в сетевой, и которые все-таки остались, и решили двигаться в этом направлении, то они уже никогда не будут теми людьми, которые были год назад, по причине той, что когда вы развиваетесь в этом направлении, вы как бы читаете очень много книг, там развивающих, обучающих, которые позволяют нам менять наше мышление, и естественно вы уже думаете совершенно по-другому, у вас меняются как бы ваши цели, ценности, и меняются приоритеты в жизни, и как если предположим вы раньше вас устраивала заработная плата 300 долларов, то сейчас пусть даже и тяжело, и приходится получать кучу негатива, и выходить очень часто из зоны комфорта, то вы как бы не согласитесь на то, чтобы получать 300 долларов, потому что вам уже, если вы почувствовали вкус денег, и вы заработали там хотя бы 1000 долларов, то уже вы не захотите остаться на том уровне, и у вас во-первых меняется окружение, меняются взгляды, и как-то на каком-то, ну я не знаю, на каком-то уровне, во-первых меняется окружение, и не в том дело, что оно все как-то, это все связано с мыслями, потому что если меняются ваши мысли, и меняется окружение, это не значит, что вы всех людей, которые, с которыми вы общались, там отбросили, они просто как-то сами, не знаю, каким-то мистическим образом отходят в сторонку, и на это место приходят другие люди, именно того окружения, и такого уровня, по интеллекту, по вашим мыслям, каким вы являетесь на самом деле, поэтому не стоит бояться вот этих вот начинаний, а нужно просто развиваться, преодолев все вот эти вот сложности и трудности, вы, во-первых, заработаете денег и как бы станете совершенно другим человеком, во-первых, вы станете целеустремленным, сильным, ну, потому что только сильные и амбициозные люди добиваются поставленных целей, это только неудачники сделали одну-две попытки и говорят, что это невозможно, это сложно и остановились, потому что в той яме, где они находятся, им комфортней, нежели именно преодолеть какие-то сложности и получить все эти бонусы и призы, которые их ждут где-то там за семью преградами. Всем, кому была информация и была полезна, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Всем пока, с вами была Елена Макаренко.